Коды с локальным докодированием Но единственное, что нам нужно будет Я буду предполагать, что люди Достаточно себя комфортно чувствуют с конечными полями Что есть конечное поле Это конечный объект, которым числа Можно умножать, складывать Метрика Хейминга Если у нас есть какие-то два вектора Это мы уже определим даже Если у нас есть два вектора Размерности n Между ними мы можем Посчитать расстояние Расстояние между x и y Это просто количество Координат В которых x и t отличается от y и t Я беру два вектора Спрашиваю, сколько есть координат В которых они различны Можно показать, что это является метрикой Метрика Хейминга называется Теперь начнем вводить базовые понятия Теория кодирования Что такое код? Код это просто подмножество Вот это множество fq в степени m Я смотрю на все куичные вектора длины m И выбираю какое-то подмножество Это то, что люди называют кодом Кодов, конечно, очень много А среди них есть широко используемый класс линейных кодов Что такое линейный код? Это просто линейное подпространство Это линейное пространство То есть если c линейное подпространство То мы будем говорить, что c это линейный код Ну и у кодов есть базовые параметры То есть параметров, конечно, можно много ввести Но основные параметры Их обычно записывают так четыре То есть говорят, что c это код с параметрами m, k, d, а q вот так вот его пишут немножко снизу Вот Что это значит? Это значит, что... Да, то есть мы будем говорить про линейные коды То есть это значит, что, во-первых, c это под... То есть c состоит из векторов размерности m То есть c живет fq в степени m Вот это наше m Теперь k это, собственно, размерность c То есть размерность c это k q это наш алфавит То есть q мы уже, собственно, использовали и вот здесь Ну и вот здесь можно сказать, что это размерность на поле на fq Да, и что такое d А d это минимальное расстояние кода То есть... Да, давайте скажем, что такое расстояние кода Минимум по x и y в коде c А расстояние хемминга между x и y больше или равно d А вы здесь предполагаете, что код линейный? Да, здесь я предполагаю, что код линейный, чтобы можно было размерность посчитать Да, то есть на самом деле, начиная отсюда, они и дальше везде у нас будут линейные коды Вот, да, то есть чтобы можно поговорить о размерности, код линейный Вот, ну а расстояние кода — это просто минимум расстояние хемминга между различными кодовыми словами И почему это важный параметр, то есть почему люди интересуются расстоянием? Ну, потому что исторически вообще вся теория кодирования начиналась с чего? Что мы хотим передавать сообщения через какой-то канал с шумом Наши сообщения — это будут кодовые слова, то есть элементы вот этого кода c Ну, а шум предполагается, что он может, то есть наш код — это вот какое-то подможество и в куб степени n Да, ну а теперь, когда мы берем какое-то слово и передаем его по каналу, то оно может немножко исказиться То есть какие-то координаты могут измениться, и может быть мы получим что-то, ну как бы не то, что передали, но достаточно близко лежащее к тому, что мы передали Если у кода есть большое расстояние, достаточно большое расстояние, тогда мы сможем потом, по крайней мере, в теории, как бы эти ошибки исправить и получить обратно наше сообщение Ну, почему кодовое расстояние важно Для линейных кодов, кодовое расстояние, как несложно заметить, давайте еще сделаем одно замечание Если c — линейный код То расстояние можно определить немножко по-другому Можно сказать, что d — это просто минимум по всем словам x в коде c, ну, кроме нулевого кодового слова Веса Хемминга вектора х Да, что такое вес Хемминга, мы тоже его надо определить Ну, да, то есть вес Хемминга вектора — это просто расстояние Хемминга от нашего вектора до нуля То есть до нулевого вектора Или по-другому просто количество ненулевых координат То есть если у меня есть вектор, я могу спросить, сколько в нем координат равны нулю, сколько не равны ну вот сколько не равны нулю, это вес Хемминга. И для линейных кодов минимальное расстояние кода, то есть минимальное расстояние между кодовыми словами, это то же самое, что минимальный вес элемента кода. Потому что если у меня есть два вектора в коде, которые различаются в каком-то количестве координат, я могу одно из другого вычесть, но я получу вектор, который в линейном коде, поскольку это линейное пространство, я могу вектора вычитать и складывать, я получу вектор, у которого вес, собственно, в точности равен количеству координат, в которых мои изначальные два вектора были отличны это совсем совсем азы теории кодирования но опять же если если что-то поскольку я предполагаю что многие это могли раньше не видеть спрашивайте если вес 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 вектор x это просто количество не нулевых координат вектора да потому то есть мы определили расстояние года вот мы определили вот здесь ходе что такое расстояние кода это то есть она определяется вот этой вот формула то есть это минимум по x и y различным x и y в ходе расстояние между этими x и y а теперь мы будем для линейных кодов можно предложить другую формулу, которая тоже является определением расстояния, и мы получим то же самое величину. Нет, я не к тому, просто, если c код не линейный, тогда в нуле он может быть устроен не так, как в другом месте, и поэтому около нуля может ничего не быть, а где-то в другом месте есть два близких ветра. А если он линейный, то их можно вычесть, а не получится, что разница. Еще вопрос, когда полагодик у простых. Нет, на самом деле на практике, то есть q почти всегда степень двойки, потому что удобнее много работать с битами, то есть коды либо двоичные, либо q это степень двойки, но вся теория кодирования либо двоичная, либо произвольная q. Да, простое вовсе необязательно. Можно и простое. Еще какие-то вопросы? Это были определения, а сейчас мы докажем первую классическую теорему из теории кодирования, которая называется это граница синглтона годов где-то 50-х. Пусть она у нас будет леммой. Ну, давайте скажем так. Когда мы смотрим на эти параметры, n, k и d, то что мы, собственно, от них, что мы хотим, то есть какие коды мы хотим иметь на практике. Мы хотим, ну, n обычно как бы в приложениях, как бы сами приложения нам будут диктовать, какое n нас интересует. Ну, k предположим тоже. Но вот d мы хотим, чтобы было как можно больше. То есть мы хотим, чтобы если мы зафиксировали n, то есть длину наших кодовых слов, и размерность, то есть мощность кода, который мы строим, мы хотим максимизировать d. Мы хотим, чтобы кодовые слова находились далеко друг от друга, поскольку это позволит нам исправлять много ошибок. И вот есть много, очень много оценок в теории кодирования, которые связывают эти параметры, которые, грубо говоря, все они говорят, что d, то есть какое-то d мы можем себе позволить, построить, ну, а какие-то d не можем. Вот простейшая такая оценка, это граница синглтона. Она говорит, что d никогда не может быть больше, чем n минус k плюс 1. Ну, и сейчас мы это докажем. Почему это так? Ну, это очень просто. То есть предположим, что от противного, как предположим, что мы нашли код, у которого d больше, чем n минус k плюс 1. Вот. Ну, тогда мы возьмем, да, в коде у нас n координат. Вот мы возьмем первые k минус 1 координату. Ну, и по принципу деревья, поскольку мы взяли всего k минус 1 координату, если мы посмотрим на проекцию на эти k минус 1 координату, то там может быть максимум q в степени k минус 1 разных проекций. Стало быть, будут два кодовых слова, у которых эта проекция совпадет. То есть существуют какие-то x и y в коде c, такие, что проекция x на вот эти k минус 1 координату такая же, как проекция y на первые k минус 1 координату. Вот. Ну, оттуда следует, что расстояние Хемминга между x и y, оно никак не больше, чем n минус k плюс 1. Да. Вот. Поэтому у кода не может быть расстояния больше, чем вот эта величина. Вот. Ну, такая простая теория. Какие-то… Какие-то… СМС-проекцировали, получили 2 степени k минус 1 элемента, а значит, существуют неравные слова, которые спроекцировались в одно и то же или что? Да, которые спроекцировались в одно и то же. Вот. Вот эти вот наши x и y, ну, между ними тоже можно посчитать расстояние Хемминга. И расстояние Хемминга у них будет максимум как бы набираться вот отсюда вот. Поскольку первые k минус 1 координаты одинаковые, ну, значит, оно максимум будет n минус k плюс 1. Вот, собственно, противоритие. Вот. А что интересно, граница синглтона достижима. То есть существует… Сейчас… Если с этим доказательством мы как бы себя чувствуем уверенно, то я его сотру. Если… Да, и тут как бы… Можно спросить, поднимите, пожалуйста, руки, кто это доказательство считает, что он там узнал или понял сейчас, чтобы просто было видно, как происходит дело. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Да, давайте дадим… Ну, нет, давайте докажем сначала лему, а еще одно. Для любых k, не превосходящего, н, d, непревосходящего… А, собственно, нет. Любого k, не превосходящего, н, существует код c с параметрами n, k и d, который будет в точности, как у границы синглтона, n минус k плюс 1 над полем q, ну, где q, ну, скажем, не больше, чем 2n. Да, то есть мы доказали границу синглтона, которая говорит нам, что если мы зафиксировали длину векторов, то есть размерность n, и зафиксировали размерность кода, которая нас интересует, то расстояние не может предойти какой-то величины. Сегодня мы утверждаем, что на самом деле эта оценка точна, если нас не интересует размер алфавита, вот размер q. То есть, если я могу взять любые n и k, и всегда я смогу построить код с такими параметрами, ну, только вот что алфавит q у меня будет достаточно… И некоторым q, да. Существует код, и существует q. На самом деле, можно так сказать, да, для любого q. Для любого q степень простого больше, чем n существует код. Да, то есть, если k не превосходит n, и я могу использовать достаточно большие q, тогда я смогу построить такой код. Вот, давайте построим код. Вот, ну, да, то есть код, это будет линейный код. Вот, как можно описать линейное пространство? То есть, его можно описать, как… То есть, языки теории кодирования называется через матрицу генератор или через проверочную матрицу. Сейчас мы будем описывать линейное пространство через проверочную матрицу. То есть, наш код, это будет множество векторов x в f код степени n, таких, что произведение h умножить на x равно 0, где h, h, это матрица размера k на… размера n минус k на n, который устроен следующим образом. Обобщенная матрица вандермонда. Вот это конструкция кода. То есть, я хочу доказать эту лему. То есть, мне нужно построить код. Код — это линейное пространство. То есть, я должен построить линейное пространство c, которое будет жить вот в f код степени n. Должен построить к-мерное линейное пространство. Ну, как я могу это сделать? То есть, я могу либо, там, сказать, показать k линейных независимых векторов и сказать, что я возьму их линейную оболочку, либо, наоборот, указать n минус k линейных независимых векторов и сказать, что я возьму все вектора, которые им ортогональны. Вот это то, что я делаю здесь. То есть, я говорю, что в моем линейном пространстве будут жить все вектора x, которые при умножении на некоторую матрицу дают 0. Ну вот, а что за матрица? В ней n-k строчек и n столбцов. А устроена она вот таким образом. Какая матрица Вандермонда. То есть первая строчка из единичек, вторая строчка, там ставят просто различные элементы, начиная там от λ1 до λn. И все эти λ различны. То есть λi не равна λj. Все они принадлежат полю fq. И поскольку поле достаточно большое, я могу такие λ себе набрать. В третьей строчке будут стоять λ2, квадраты, потом и так дальше, вплоть до λ в степени n-k плюс 1. Вот это моя матрица. Ну и давайте проверим, что действительно она нам даст наш требуемый код. То есть, ну, во-первых, можно заметить, что это матрица полного ранга, потому что если я возьму первые k столбцов, то там, собственно, будет матрица Вандермонда, поэтому у нее полный ранг. То есть у этой матрицы ранг n-k, поэтому моего линейного кода c будет размерность точности k, поскольку ранг матрица h равен n-k. А теперь мне нужно доказать, что вот если я возьму какие-то два вектора, которые… что в моем линейном коде любые два вектора сильно отличаются. Но поскольку мой код линейный, то я буду использовать это второе определение расстояния. Я просто скажу, что в моем коде нет легких векторов. Что если я возьму вектор веса меньше, чем n-k плюс 1, да, то есть вот что мне нужно показать. Давайте здесь что-нибудь соцсетем. Почему показать, что нет легких векторов, это то же самое, что показать, что разность, ну, минимум расстояния он будет больше. То есть вот это эквенвентность здесь. То есть вот это то, что мы вот здесь обсуждали. Потому что… Давайте еще раз проговорим. Потому что, предположим, как бы это доказывается противно. Предположим, что легких векторов нету, а расстояние маленькое. То есть, а есть два вектора, которые близко. То есть, предположим, что существует x и x, отличающийся от y, такое, что расстояние между x и y меньше, чем d. Но при этом не существует вектора z, такого, что вес z меньше, чем d. Ну, то есть, если существуют такие x и y, тогда я просто возьму и в качестве z выберу x минус y. Поскольку это линейное пространство, я могу вычитать вектора друг от друга. Ну, и теперь, если расстояние Хемминга между x и y меньше, чем d, это, собственно, оттуда исследует, что для вектора z уже просто его вес меньше, чем d. Поскольку вес разности – это в точности расстояние между векторами. То есть вес разности – это количество координат, в которых эти два вектора различаются. это… Ну, да, тогда понятно. А в другую сторону можно взять ноль просто, да. То есть… Да, то есть… Да, но здесь мы доказываем уже некий… Да, то есть здесь мы как бы предложили конструкцию кода, сказали, что вот мы строим линейное пространство, хотим доказать… То есть и хотим сказать, что это линейное пространство, этот код, он будет обладать хорошим расстоянием. Вот. Теперь, как мы это доказываем? Нам нужно показать, что в этом коде нет векторов легкого веса. То есть что это значит? Это значит, что для любого вектора x в моем коде… Для любого… можно сказать так, для любого x в fq в степени n без нуля, такого, что вес x меньше, чем n минус… меньше или, да, меньше, чем n минус k плюс 1. Да. А для любого такого… А h умножить на x не равно нулю. Да. Если вес строго меньше, чем n минус k плюс 1, то h умножить на x должно быть не равно нулю, то есть вектор не должен лежать в коде. Если я это докажу, то я докажу лему. Есть возражения, сомнения? Нет, я думаю, что для большинства это выглядит загадочно. Какая-то матрица, и почему такая матрица, и что за матрица. Но я думаю, сейчас надо сказать до конца, потому что они веснеют. То есть получается, что у нас c – это линейное пространство, но мы знаем, что линейное пространство – это решение некоторой системы линейных поравнений, которую мы задали по помощи матрицы h. То, что он точно. То есть это те векторы, которые… n вектора для высоты n, у которых там первая строка сумма координат равна нулю. Там c1 лямбда 1 плюс там c2 равна нулю. Да, ну хорошо. То есть, ну, как мы это доказываем? Ну, от противного предположим, что существует такой x, что вот это все выполняется, что вес маленький, а h на x равно нулю. Ну, ну, да, ну что такое h умножить на x? Это h умножить на x – это линейная комбинация… То есть это некий вектор, да? Это линейная комбинация веса x столбцов матрицы h. Правильно? Да, то есть если я умножаю матрицу на вектор, это вектор h, x для меня – это вектор столбец, вот я умножаю мою матрицу на вектор. Ну, что это значит? Это значит, что я просто беру линейную комбинацию столбцов моей матрицы. Ну, а сколько столбцов я беру? Ну, вот это столько, сколько… Какой вес у x, то есть столько, сколько ненулевых координат в моем векторе x. Да? Вот. Но… Но… То есть, да, то есть… Да, что я знаю про x? Я знаю, что вес x, он маленький, он меньше вот этой величины. То есть нулей, нулей, получается, у нас в нашей векторе мало. А… Да, мы это предполагаем, потому что тогда линейная комбинация, которая равна нулю столбцов, содержит мало ненулевых коэффициентов. То есть это комбинация небольшого числа столбцов. Да. А в этом что-то есть подозрительное. Да. Да, потому что, по сути, это матрица вандермондо. То есть матрица вандермондо, я думаю, что все знают. То есть это как бы такая просто растянутая матрица вандермондо. И если я ограничу ее на любое подможество столбцов… То есть, ну сколько? То есть строчек у меня здесь n-k плюс 1, строк n-k плюс 1. И если я ограничу эту матрицу на подможество столбцов, которое… Если я возьму не больше, чем n-k плюс 1 столбцов, то у меня получится… И пусть я скажу в точности n-k плюс 1 столбцов. У меня получится полноценная матрица вандермондо, в которой столбцы линейные независимы. То есть специальное свойство этой матрицы h, которая нужна, состоит в том, что любой набор столбцов имеет полный ранг. Вот это у нее такое удивительное обстановление. Да. Ну это, собственно, и вся конструкция кода. То есть мы сказали, как мы строим код. Мы выбираем такую матрицу h, у которой любое подможество столбцов, ну не слишком большое, любое подможество столбцов, мощности вплоть до n-k плюс 1, они независимы. Но это значит, что если для какого-то вектора выполняется h умножить на x равно 0, то количество ненулевых координат в этом векторе x должно быть, по крайней мере, n-k… Должно быть, по крайней мере, n-k… Да, здесь n-k, я прошу прощения, потому что мы n-k минус 1. Да. Сейчас. Здесь n… Мы начинаем с нуля. Да, это заканчивается на n-k. Вот. Да. n-k минус 1. Сейчас, значит, строку… Можно было бы наплевать на n-k, потому что у него киша надо взять прайкер. Значит, строк у нас… Строк n-k? Да, значит, есть n-k минус 1. Строк n-k. Значит, есть n-k минус 1. Да. И поэтому у нас и вес n-k плюс 1. Да. Вот. Вообще, на самом деле, скажем, в трехвергном пространстве не трудно придумать, я не знаю, там, 100 векторов, что любые три были линейно-независимые. Нужно взять случайные вектора, и это так и будет. И, наверное, вообще, в принципе, можно взять случайные вектора, и большой вероятности… Тут размер поля имеет большое значение. Нет. Пусть поле большое достаточно. Да. Но вот то, что мы берем такую матрицу, это важно, там, для декодирования или какие-то еще свойства… Или просто нам сгодилась бы любая матрица, у которой любой минор максимального размера не зависел? Для этого свойства, которое мы доказываем, сгодилось бы. Нет, нет, здесь-то да. Эти коды называются кодами Риды Соломона. То есть классические коды, у которых масса свойств, и, конечно, используется намного более тонкой структурой этой матрицы. Нет, то есть, ну, вообще-то обычно все-таки по-простому объясняют, что это просто графики многочленов. Это тоже самое. Смотря на то, что мат трансфандирует. Это эквивалентно, да. Это просто другой взгляд на Которида Соломона. И лучшее свойство, а вот если, скажем, я произвольную матрицу, где столбцы независимые, то декодирование уже не гарантировано. Нет, оно возможно, просто алгоритмически может быть… Да. Да, да. То есть вот это вот такая лемма. Здесь важен размер поля. То есть такие матрицы, чтобы матрицу с таким свойством, чтобы любой минор максимального размера был линейно независим, был невырожден, над конечными полями их строить трудно. И как бы построить такую матрицу с большим количеством столбцов, на самом деле, то есть с таким количеством столбцов, как здесь, в каких-то случаях это единственная матрица вообще. Там эквивалентность есть даже. Вот. Ну, вот это наша лемма просто. Есть граница синглтона, которая дает верхнюю оценку на расстояние. И если мы позволяем себе использовать большое поле, то мы ее можем достигать, в частности, вот такой конструкции. Хорошо. Можно доказательство продолжить? Да, мы вроде закончили. Ну, хорошо. Давай, давай. Да. 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 Ну, мы хотим сказать, что если вес у х маленький, тогда произведение h на х будет не равно нулю. Да? Теперь, если… Предположим, что существует х, у которого вес маленький, а произведение равно нулю. Ну, тогда h умножить… Тогда мы просто подумаем, что это за произведение. h умножить на х. Можем про него подумать и понять, что это линейная комбинация не больше, чем… Ну, вес х, но вес х мы как бы уже сказали. Что это такое? То есть это не больше, чем n-k, а n-k столбцов. Да? Не больше, чем n-k столбцов матрицы h. Ну, а здесь мы просто замечаем, что любые, не больше, чем n-k столбцов h линейно-независимы. То есть алгебраическая часть, вот это свойство этой матрицы, что это независимо. И вывод из этой алгебраической части того, что расстояние хода большое. Большое. Да. Ну, собственно, все доказать. То есть получается, что там где-то точно должен быть еще один, который… Получается… То есть из того, что для любых n-k столбцов они линейно-независимы, тогда вот наша посылка исходная не верна, потому что там есть еще нули. Да, наша посылка не верна, потому что мы получаем линейную комбинацию, которая нулевая… Из меньшего. …из маленького количества. Это невозможно. Поэтому у нас наше количество элементов, которое дает нам нулевую линейную комбинацию, то есть количество ненулевых координат в х, должно быть больше, чем n-k плюс 1. Не может быть меньше, должно быть… Да, должно быть больше. Вот это противоречие. Какие-то еще вопросы здесь? Ну чего? Кто считает, что это рассуждение понял? Извините, пожалуйста. Ну, замечательно, спасибо. Да, ну давайте еще какие-то простые, простые свойства, парочку простых свойств кодов докажем, а потом начнем немножко говорить про локальность. И тогда есть масса более тонких границ результатов. Из этого могло бы сложиться впечатление, что в теории кодирования все вопросы решены, что вот есть оценка, которая просто достигается с необычайной точностью с помощью явных ходов. Ну, конечно, это… Да. То есть… То есть… То есть… То есть… Еще раз, а где у нас было существенно то, что q больше либо равно? А, потому что когда мы выбирали вот эти вот лямбда, чтобы построить эту матрицу, у нас есть предположение, что у нас есть лямбда 1 вплоть до лямбда n, которые попарно различны. Это все элементы лямбда q. То есть мы можем взять различные элементы в поле? Да. Потому что если мы будем брать одинаковые элементы, у нас получится одинаковые столбцы в этой матрице. И понятно, что они не будут ли они независимы. Вот. Да. В теории кодирования… Да. То есть можно сказать, что пусть нас интересуют двоичные коды. И тогда, конечно, расстояние близко к этому не будет. Расстояние будет намного хуже. Чем больше алфавит, тем легче получить большое расстояние. Да. Ну, хорошо. Двоеичный алфавит вообще даже не знает, где проходят границы и очень страдает. Да. Ну, это большая задача. Да. Ну, там, не знаю, какие-нибудь аналогии. Потому что у нас n – это в человеческом языке длина кода какая-то. Длина кода. Это алфавит получается. И мы сейчас показали, что если у нас алфавит больше, чем длинные слова, которые мы кодируем, то тогда у нас все хорошо. Угу. Угу. Ну, отлично, да. Это же пропускная способность кода – это как бы отношение k делить к n. У нас есть k этих куичных битов, так сказать, которые мы хотим передать, а передаем мы их n такими же битами. И, соответственно, мы теряем, как бы удлиняется сообщение в n зеленое на k 1. А алфавит – это как бы гранулярность. Сколько, что меняется. Не один бит меняется, а прямо вот один символ меняется, там один байт, один блок там на диске. Угу. Хорошо. Да. Ну, вот еще одно определение и маленькая лема. То есть пусть у меня, опять же, есть какой-то код, который я изучаю. Сейчас, на самом деле, даже можно единейный. Вот. И пусть какое-то есть подножество координат. Я буду говорить, что s – это информационное подножество. Если мощность проекции на это подножество, она в точности равна мощность кода. Пусть будет так. Да. То есть… Да. У меня есть код. И он живет на этих n координатах. Я беру какое-то подножество координат, называю его s. И я могу рассмотреть проекцию на это подножество. То есть взять как бы из каждого кодового слова все остальные координаты выкинуть. Вот. Я буду говорить, что подножество информационное, если при этой проекции не потеряна никакая информация. То есть если я по проекции могу восстановить обратно кодовые слова. Ну, вот как бы определение информационного подножества. вот. Да. Ну и такая маленькая лемма. код c с параметрами n, k, d. Да. Да. И еще то, что здесь нужно было сказать. То есть когда мы доказали границу синглтона… Это какой-то вопрос по определению? Нет? Когда мы доказали границу синглтона… Да. И потом мы показали лему, что то есть граница синглтона сказала, что расстояние не может быть больше, чем что-то. Потом мы доказали, что мы можем этого достигать. Вот коды, которые достигают границы синглтона, называются кодами mdr. То есть кодами с максимально достижимым расстоянием. Да. Давайте где-то это напишем. То есть если d в коде это n-k плюс 1, такие коды называются кодами mdr. то есть коды с максимально достижимым расстоянием. Это русское сокращение. Насмотря на букву d. Это не… А как пишется русское? Это вот так? Да. Хорошо. Хорошо. Английское название какое же? Можете знать? Да. Мдс. Maximum distance separable. Да. Ну просто так эти коды называются. Теперь мы сказали, что такое информационное множество. Это такое множество при проекции кодовых слов, на которые не теряется информация. То есть если мы по проекции можем установить обратно кодовые слова, значит, можно что-то информационное. Такое допускается, когда у нас коды как бы излишне кодируют, получается. То есть у нас код уже как бы есть, и мы уже что-то закодировали, но у нас есть, получается, еще лишнее что-то. Еще и ничего не закодировано, у нас пока есть просто код. Ну, то есть лишнее в кодах всегда есть лишнее. То есть коды, они как бы это и есть о том, как добавлять избыточную информацию лишнюю, которая потом для чего-то полезна. Да. То есть можно сказать, что кодовые слова целиком – это информационное множество. Если… Ну, при этом как бы и части… Ну и такая простая лемма. Мы говорим, что код является кодом… Лемма, пусть у нас код является кодом МДР, кодом с максимально достижимым расстоянием, тогда и только тогда, когда любое множество s в n, такое, что мощность s равна k является информационным. Субтитры сделал DimaTorzok Да, то есть, ну вот что вообще можно сказать про информационные множества? Пусть у меня есть код с параметрами n, k и d, но здесь какое-то d, я не знаю. Что можно сказать про информационные множества? Понятно, что если я возьму k-1 координату, то это не может быть информационным множеством. Потому что если я возьму проекцию на k-1 координату, то по принципу деле хлеб будут кодовые слова, у которых будут одинаковые проекции. Поэтому проекции на k-1 координату и меньше, то есть множество из k-1 координаты и меньше, не могут быть информационными. Но множество из ка-координат информационные, в принципе, могут быть. И вот оказывается, что в кодах MDR у них есть такое хорошее свойство, что любое множество из ка-координат является информационным. И более того, это эквивалентно. То есть это только в кодах MDR выполняется, но если это выполняется, то код является кодом MDR. Это очень простая лемма. Давайте ее тоже докажем. Да, ну, скажем, вот в эту сторону. Да, то есть, предположим, я знаю, что код является сходом MDR, то есть D это M минус K плюс 1. И теперь мне надо доказать, что любое множество из ка-координат информационное. Ну, предположим, что какое-то множество из ка-координат неинформационное. То есть вот есть какое-то множество из ка-координат, и есть два слова X и Y, которые на нем совпадают. Но если они на нем совпадают, значит расстояние между X и Y, оно будет меньше, чем N минус K плюс 1, я получу противоречие. Потому что, ну, как бы это аргумент, который мы уже видели. Потому что мы совпадаем на ка-координатах, значит расстояние набирается на остатки, и это расстояние будет маленькое. Вот. Ну и в другую сторону так же. То есть, ну, предположим, что я знаю, что любое множество из ка-координат информационное. Как доказать, что у меня есть большое расстояние? Ну, вот ровно так же. То есть, если у меня нет большого расстояния, значит, есть два слова, которые совпадают, на… да, которые мало отличаются. То есть, которые отличаются на меньше, чем N минус K плюс 1 координате, стало быть, они будут совпадать на каком-то большом множестве, и оно не будет информационным. Они будут совпадать на множестве мощности k, и оно не будет информационным. Здесь убедительно, не очень. Ну, трудность понимания в том, что, как бы, в доказательстве ничего не происходит, то вот одно и то же самое начало. Да, да, это совсем-совсем легкое доказательство. Хорошо. Ну, на этом с как бы с такими совсем классическими азами теории кодирования мы начали, и я буду начну говорить про, собственно, локальность. Да. Про локальность. Ну, давайте начнем с определения. А... А... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть у нас есть какой-то код, то есть линейный код с параметрами n, k и d над каким-то алфавитом. И мы взяли и зафиксировали какую-то координату, координату i между единичкой и n. И мы говорим, что эта координата обладает локальностью r после t стираний. То есть у нас здесь появилось еще два параметра r и t. Если что-то выполняется, то есть что это значит, да, то есть, ну, во-первых, что такое стирание? То есть в теории кодирования должны происходить ошибки, да, то есть для чего мы добавляем избыточность, для чего мы как бы рассматриваем эти кодовые слова, у которых информационное множество маленькие, да, это для того, чтобы уметь исправлять ошибки, да. И ошибки могут быть разных типов, то есть как ошибки, то есть что такое ошибка? То есть это значит, что в нашем кодовом слове, возможно, в какой-то координате было одно значение, стало другое, ну, либо мог быть стирание, то есть это значит, что когда мы, скажем, мы передавали по каналу свое кодовое слово, а на выходе получили слово, которое более-менее такое, как было, но в каких-то координатах у нас вместо того, что было, появились такие знаки вопроса. То есть там ошибки нет, но что там было, мы уже не знаем. А мы знаем, где находятся те места, где были стерты координаты? Да, да, да. Если бы не знали, то это называлось бы выпадение, то есть это тоже изучается, но в нашем случае мы смотрим на стирание, то есть какие-то координаты могут быть стерты, то есть на месте них стоит знак вопроса. То есть, да, что мы говорим здесь, то есть вот у нашего кода есть какая-то координата, которая нас интересует, и эта координата обладает таким интересным свойством, что если в кодовом слове было стерто t-координат, возможно, включая нашу, если какие-то t-координат были стерты, а после этого мы получили это испорченное кодовое слово, и теперь мы не хотим его все восстановить, как оно было, а мы хотим только восстановить вот эту вот и-тую координату. То мы должны уметь это делать, читая не более чем r из оставшихся координат. Я не знаю, какие r мы будем читать. Да, вот это как бы, да, то есть мы должны уметь, то есть мы можем посмотреть на слово, но не читаю. Кванты для всякого x и сц существует такой набор из r координат. Да, да. Для всякого x и для любого подможества мощности. Для всякого i существует набор из r координат. И здесь фиксируем, то есть, да, давайте скажем. И t координат, нет, ну и здесь фиксировано. Да, и фиксировано. И фиксировано. Да, то есть... Да. По x нету квантра. То есть для любого t в n, такого, что мощность t не превосходит t, существует s в n без t, такое, что x и t является функцией от x ограничивая на s. При этом, то есть, могут стирать неровно t координаты, и стирать меньше, когда... Можете меньше стирать, да. Да, но это только легче. Сейчас тебе про r надо написать. Да, и с r точно. Мощность s не более чем r. То есть, нам стерли, получается, t координат или меньше, и мы сейчас, как бы, хотим предоставить такие r координат, которые можно восстановить... А, которые не стерты? Которые не стерты. И вот тогда, как бы, и точно узнать. Да, и по ним точно узнать. То есть для любого множества t, то есть для любого множества t стираний, существует множество, которые не испорчены, множество, которого эти стирания не коснулись, по которому мы сможем всегда восстановить эту координату. То есть вот r считается, что из тех, которые не стерты. То есть из этих r уже ничего не стерты. Да. И это минимальное количество этих киляров, которые могут использовать? Ну, это как... То есть может быть, есть какое-то множество помощных... Здесь мы пишем меньше или равно, то есть оно может быть и меньше. То есть локальность — это не свойство не одно число, не имеет локальность... Да, то есть если есть локальность 2, то есть локальность и 3, и 4, и 5. То есть она такая монотонная. Потому что потом будем говорить про локальность кода и мы будем брать максимум по всем координатам поэтому да поэтому да то есть здесь какая-то конечно минимальная локальность но как бы если снимали на это все остальное тоже считаем что есть то есть локальность а еще и от и от и да я откуда если у нас рейд василия испортилась ты дисков то любой содержимое любого из них можно восстановить при этом занявши не более да но да то есть звучит очень научно на самом деле как бы мы им изучать всего два режима то есть будем изучать на будет то есть вообще его можно изучать конечно вопрос более широко мы точно будем говорить о случае когда равна единице они мы будем говорить больше всего потом если в конце хватит времени то мы будем говорить о случае когда ты действительно большой это это омега маленькая танка отелей на растущие да то есть но это как бы это то есть видеть математика вот здесь как раз самое интересное конечно здесь менее интересная нам более практически знать если можно считать что если у нас ты просто равно в это определение просто условия что то есть и ранее можно компенсировать если ты равна и на тогда как локальность если р равна и на на самом деле r никогда то есть р никакой никогда не происходит к то есть если если за как если за к невозможно компенсировать то дальше уже бесполезно для них это как бы это если мы берем максимум по координатам прошу прощения здесь мы для одной координаты определяем все равно все равно не больше чем к да да все равно не больше можно в этом не вникать да и как бы дашь ну вот собственно вот вот его и нам собственно устанавливать да и да да вот и и надо и ее и надо уметь установить и сегодня мы точно будем говорить только об этом случае в конце я надеюсь что нас хватит времени и мы немножко поговорим об этом случае который математически интересно вот сейчас мы будем говорить только о случае когда равна единица вот который в смысле определения конечно совсем простой ну и давай теперь дадим определение вот что что какие пусть вот опять же мы смотрим только на этот случай да то есть вот у нас пусть у нас есть код с какими параметрами будем говорить что этот код является да еще я забыл сказать еще еще есть понятие систематического кода то есть вот пусть есть да деление код c у которого такой что множество множество от единички до к информацию называется систематический да ну да просто они здесь нам не важны да но кода код с параметрами да какая то та самая к так что важно да то есть вот это просто еще 10 один такой термин из словаря теории кодирования пусть есть произвольный код если у нас 1к координат можно взять как информационное множество то мы говорим что код систематический как бы какой смысл в этом определении но просто тогда мы можем думать как про процесс кодирования то есть если 1к координат я рассматриваю как информационные то как я могу думать о процесс кодирования следующим образом что я беру то есть все это кодирcession это есть понятие кодирования tenemosonomy внутренних сознание кодируем кодовым словом то есть добавляем к нашему сообщение избыточность то есть здесь как мне я беру сообщение и просто его записываю этот мое сообщение но потом добавляю какие то какие то дополнительные дополнительные символы это моя избыточность ад вот поэтому код называется тематическим потому что процесс кодирования, он такой явный в каком-то смысле, что я беру сообщение и добавляю к нему избыточность. Если у нас имеется кодисков, и мы хотим сделать из них RAID массив, эти диски переписывать не надо. По крайней мере, их переписывать. А остальные диски надо что-то такое записать. Да. Что такое RAID? Да, RAID. Я не говорил. Нет, нет, второй раз уже. Это не я. Нет, нет, я считал, что есть программисты, которые могут не знать, что такое синтематический код, но знают, что такое RAID. RAID, но массив, если на дисках хранятся данные, и если один испортится, то содержимое можно устанавливать по остальному. Ну вот, это... Слово RAID, что так сказать? Режимный RAID. Inexpensive disks. Избыточный массив недорогих дисков. А сам тернин... Если вы придете покупать RAID-контроллер, никто не спросит, что такое RAID. Они прямо понимают. Ну, сленг используется, действительно, да. В это можно не вдаваться. То есть это к курсу отношения как бы в Креме напрямую не... Хорошо. Вот это наше определение систематического кода. Да, и теперь мы, собственно, вернемся обратно к локальности. То есть пусть у нас есть систематический код с параметрами NKID, где... Да, ну здесь еще будем обозначать... Да, ладно. Где... Локальность... Любой координаты... И... После одного стирания... Не больше, чем R. То будем называть... То наш код... Будем называть... Локально-восстанавливающим кодом. LVK. Локально-восстанавливающий код. То есть если локальность у каждой информационной координаты не больше R, то есть если я потерял информационную координату, могу ее восстановить, читая не более чем R других координат, то вот это вот R LVK. R локально-восстанавливающий код. В английском это LVK называется как? LRC, то есть они... LRC, Local Recoverable Codes. Но это как бы... То есть в английском это... MDR это в русском тоже устоявшаяся аббревиатура. LVK в русском аббревиатура пока не устоявшаяся. В английском устоявшаяся. Да, ну вот такое определение. И теперь у нас стоит как бы вот далее определение. Да, во-первых, да, почему... Да, теперь скажу несколько слов. Тут я, может, сам тоже вернусь к рейду. Почему у нас, собственно, почему у нас это действительно... Да, то есть немножко про мотивацию. Почему эта локальность нас интересует? Ну, действительно, потому что... Потому что коды с такими свойствами используются в больших распределенных системах хранения данных. Да, то есть если мы хотим... То есть можно думать про Data Center. То есть как там хранятся данные. То есть если там есть какой-то большой файл, который мы хотим надежно хранить, ну, мы можем его скопировать на несколько компьютеров. Но это как бы хорошо, но это будет надежно. Но очень много места используется, потому что, ну что же мы файл много раз копируем. А можно использовать код Рида Соломона. То есть сказать, что вот у меня есть большой файл, я его порежу на сколько-то кусочков, сгенерирую сколько-то избыточных кусочков. А с помощью код Рида Соломона разбросаю кусочки на разные машины и буду хранить. Но теперь, если какой-то компьютер недоступен, и я хочу прочитать с него данные, то я могу это сделать, потому что у меня остается много других кусочков. Но для этого не придется читать данные со многих компьютеров. В то же время, как если у меня есть код с вот этим свойством RLVK, локально восстанавливающий, то также я беру свой, я кодирую своим кодом, то есть беру свои данные, генерирую избыточные кусочки, разбрасываю на много компьютеров. Ну а теперь, когда какой-то компьютер недоступен, и я хочу с него прочесть данные, то я буду использовать это свойство RLVK, то есть свойство локальности. То есть для того, чтобы восстановить то, что недоступно, мне не нужно будет читать данные со многих компьютеров, можно будет прочесть данные с небольшого количества компьютеров вот 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 собственно вот вот почему почему эти коды нужны в этом определении да то есть вообще коды конечно изучаются такие и в случае когда локальность требуется для всех символов то есть мы сейчас этого делать не будем но но это совершенно также то есть в литературе это также также исследуется только для информационных и здесь да здесь мы говорили для здесь мы говорили индивидуально да то есть мы говорили про индивидуально про любую координату то есть мы можем сказать что у такой координата такая локальность такой такая а если мы потребовали чтобы у всех информационных не больше чем хотя между ними может быть разница между информационными не информационных что-то свое может происходить вот да то есть вот вот это все с мотивацией и да но тут сразу встает тот же вопрос который у нас был, когда мы доказывали границу синглтона. То есть там мы что сказали? Что у нас есть n, есть k, и был вопрос, ну вот, собственно, а какое у нас может быть расстояние. Ну, а здесь у нас параметров стало немножко больше. То есть у нас также есть n, есть k, есть r, потому что мы теперь изучаем коды со свойством локального становления, вот эти r и rlvk. Ну и тут также вопрос, ну а какое может быть расстояние. Ну или можем сказать, что мы знаем расстояние, какое нам нужно, какое нужно n. То есть там также нужна какая-то теорема, которая бы все эти параметры между собой связала каким-то неравенством. То есть что мы можем достичь, что не можем. Сейчас, не очень понятно. Если у нас есть, если требование восстановления касается r-стирания, то, казалось бы, d нам уже не важно. Да, d все равно важно, потому что, опять же, на практике происходит следующее, что если одна машина недоступна, мы хотим уметь быстро восстановить данные, как бы читая данные с ней более чем r-машин. Но если происходит что-то нехорошее и недоступно много машин, тогда как бы уже пусть медленно, но мы все равно хотим уметь восстановить все. И для этого нужно расстояние. То есть это как бы другое дело. Да, то есть мы хотим, чтобы было и то, и то. Мы хотим, чтобы если недоступна только одна машина, то есть одно стирание произошло, мы можем восстановить то, что потеряли быстро. Если недоступно много машин, то, то есть если стерто много символов, то мы все равно хотим уметь восстанавливать, пусть это уже будет не очень быстро. И поэтому для этого нужно расстояние. В линейном коде всегда можем. В нелинейном нет, в линейном коде всегда можно сделать систематическим. А в том коде, который был, он и так любой набор кардинад был. Да, в коде Лиды Соломона, который мы строили, любой набор кардинад был. Ну и давайте теперь вот такой вопрос исследовать. Вопрос о параметрах вот этих кодов RLVK, R-локально устанавливающих кодов. И здесь я начну с конструкции. То есть в случае с границей синглтона мы сначала показали несуществование, а потом конструкцию. Здесь мы делаем наоборот. То есть сначала будет конструкция, а потом несуществование. Да. Теперь мы делаем наоборот. Ум. Вот такая конструкция. То есть мы фиксируем какие-то параметры k, d и r, и я утверждаю, что всегда мы можем построить код, где длина кодового слова, то есть m, будет удовлетворять такой формуле. То есть если в кодах Риды Соломона у нас было n, это k плюс d минус 1, то здесь нам понадобится больше d, то есть больше m, то есть больше избыточность, но может быть не так намного больше. Сейчас только надо, это самое d, там d минус 2, а не d минус r. d минус 2, да, да, это d минус 2, это r, это d минус 2. То есть q в данном случае она может быть меньше, чем n, да, но вот такое будет q. А, да, да, нет, это конечно, да. Да, да, то есть любое простое, да, то есть любое q, которое больше или равно чем k плюс d минус 1, и степень простого. Да, и степень простого, да, да, да. Да, ну и давайте это докажем, это совсем несложно. То есть это как бы будет очень простая конструкция от этих кодов, от этих локально восстанавливающих кодов, вот, да, как она работает. Ну, мы начнем с кода Риды Соломона, то есть возьмем код Риды Соломона, как он устроен, да, то есть систематический код кодирует x в, да, то есть с какими параметрами? С параметрами n, это k плюс d минус 1, k, ну и, соответственно, d. Вот, как этот код устроен? Линейный код, он кодирует x, ну вот какой-то вектор, да, x у нас вектор. Ну, а здесь у нас такие скалярные произведения, x умножить, наверное, на p0, а x умножить p1, сейчас, да, на m минус k минус 1. Сейчас, давайте. Да, ну, прежде чем я перейду к этой записи даже, скажем так, то есть... Да, то есть любой систематический линейный код а а а Субтитры сделал DimaTorzok Давайте начнем с этой части. Что такое линейный код? Это просто линейное подпространство. Линейный подпространство, то есть линейный код, да, линейный код c — это просто какое-то линейное подпространство fq в степени n, где размерность этого подпространства равна k, то есть если мы говорим про коды размерности k. Ну как можно описать линейное подпространство? То есть его можно описать, как мы делали, когда мы строили код Арида Соломона, можно описать через систему линейных уравнений, сказать, что у нас есть неполностью определенная система линейных уравнений, рассмотреть ее множество решений, а можно описать через базис, то есть сказать, что, ну что такое наш код? То есть наш код — это просто линейная оболочка какого-то количества векторов. То есть в этом случае, как описывается наш код, то есть мы можем сказать, что наш код c — это просто множество всех векторов вида x умножить на g, где x — это вектор вовку в степени k, а g — это матрица размера k на n. То есть любой линейный код размера k мы можем описать таким образом, выбирая соответствующую матрицу g. А матрица g — это матрица скалярных произведений или нет? Ну, это матрица-генератор, то есть скалярных произведений. В этом случае, если мы думаем про процедуру кодирования, то она будет, собственно, состоять из зачисления n скалярных произведений. Ну, просто какой-то генератор. Ну, здесь пока написано, что такой. Просто какая-то матрица размера k на n. Да, да. Мы сейчас говорим про произвольный код. То есть любой линейный код можно описать, выбрав какую-то матрицу g. То есть для каждого кода будет много таких матриц. Там у нее строки длины n, или что у нее длины n, это должно образовывать базис в этом подпространстве. Да. Мы берем в нашем коде, выбираем подпространство, выбираем базис. И дальше любой кодовое слово является линейной комбинацией этого базиса. Потому что в терминах матриц означает, что оно получается умножением матрицы на какие-то коэффициенты. Там линейный независимый строк, это требуемо уже не осталось. Ну, это получится необходимо. То есть если мы начинаем с кода размерности k, то в этом случае, да, чтобы его описать такой матрицей, у нее строки будут независимы. Потому что... А, ну да. Да, линейные строки будут независимы. Теперь, если код... Да, теперь... Если код систематический, то... Да. То есть если код систематический, если... c систематический... Первый k карднак может стать независимым, а остальные через них вырастут. Да. То есть у нас размерность c поле изначально было fqm, и вот мы как бы написали это все как линейную оболочку от пространства. Ну, просто все, fq в степени n, это тоже линейное пространство. Да. И вот получается, мы уделили в нем то же пространство, которое... Раньше мы задавали его как, типа, всей матрицы, то есть... Решение. Да. Как ядро линейного оператора. Это образ. Да, это образ. А теперь мы взяли вот только те вектора, которые необходимы для того, чтобы писать c. Нет, они не в том случае были необходимы. То есть сейчас мы берем вектора из c, а там мы брали вектора ортогональные c. Но там мы лишних векторов не брали. Там мы брали n минус k ортогональных векторов, чтобы описать код размерности k. А здесь мы берем k векторов, собственно, из c, чтобы описать c. Просто другой способ описания линейного пространства, но который в дальнейшем нам будет... В предыдущей... Независимые переменные, которые x, независимые, которые выражаются через независимые. Да, ничего такого. Да, то есть... Да, давайте еще раз... То есть к чему я веду? Я веду к тому, что я могу любой линейный код систематически описать вот таким вот образом. Вот это та запись, которая мне сейчас нужна. И что он кодирует вектор x следующим образом. Берем, переписываем вектор x, а потом записываем, сколько нам нужно скалярных произведений. Вектор x на что-то, потом опять вектор x на что-то, вектор x на что-то. То есть я хочу сказать, что любой систематический линейный код я могу таким образом описать. Что систематический линейный код я могу описать следующим образом. Что я беру сначала какой-то... что я беру вектор x, переписываю его просто, потом записываю его скалярное произведение с n-к векторами, что я всегда могу так сделать. В частности, могу это сделать для квадрата Соломона. И почему я это могу сделать, почему эта запись универсальна? Ну, потому что любой линейный код я могу описать через матрицу генератор следующим образом, что это просто множество скалярных произведений x умножить на g. А теперь, если код систематический, то я могу свою матрицу, то я могу матрицу G без потери общности считать, что она имеет вид матрица единичная, ну, а потом что-то еще там, какая-то матрица m. И тогда мои столбцы матрица m я могу использовать как эти вектора p. А можно у нас у вектора x изначально размерность n, то есть… Размерность k. В этом случае у вектора x размерность k. А справа размерность n. А справа размерность n, да. То есть код в данном случае это… То есть в этой записи, что… То есть код c… То есть это как раз этот вот код… Мы записали код c как произведение x на электромат в матрицу, потом взяли вот тот вот x какой-то, перевели его в такое представление, которое… И потом уже это писали. Симмастический код означает, что можем… Вот если у нас есть первые координаты, мы всегда можем дополнить их чем-то, чтобы получить кодовое слово. Поскольку код линейный, то это что-то, чем мы дополняем, оно однозначно линейно зависит от этих самых первых координат. Вот это прямо написано. И еще про это проговорить или… То есть… Нет, ну честно говоря, матрица G, надо еще понимать, почему ее можно привести к ступенчанному виду, это целое дело, если бы такие термоны осуждать. Это немного запутывает народу. Но… Ну так геометрично я в плане не могу. Но оно вам понятно, да? Ну, давайте я пытаюсь это проговорить еще раз. Да. То есть, ну вот я возьму… Да. То есть, вот пусть у меня есть произвольный линейный код C с параметрами, там, n, k и d. Я могу его записать как x умножить на g, где x пробегает все и в куб степени k, а g — это матрица… а g — это матрица размера k на n. Просто потому что любое линейное пространство можно описать таким образом. А теперь, поскольку c систематически… Да, ну, такое длинное рассуждение получается, да. Поскольку c систематически, то оттуда следует, что g, ограниченное на первые k столбцов, имеет полный ранг. Потому что если бы g не имела полный ранг, тогда x умножить на g, когда x пробегает все и в куб степени k, x умножить на g, первые k координат не пробегали бы все возможные значения. Поэтому g, ограниченное на первые k столбцов, должна иметь полный ранг. Но теперь, когда я смотрю вот на эту запись, то здесь g, а она как бы… Она здесь на самом деле… Ее можно спокойно менять и домножать слева на любую невырожденную матрицу. То есть я могу вместо g туда подставить g', который будет там a умножить на g, любой a, если определитель a не равен нулю. Да, но здесь, если я умножу на g, ограниченное на k, на обратную к ней матрицу, то есть это такое расследование простое, но можно просто принять на веру, что любой линейный код систематически допускает такую запись. Либо же действительно просто закончить эти шаги, сказать, что я возьму в качестве матрицы a матрицы g, ограниченная на как обратную матрицу. И в этом случае у меня будет матрица g', которая уже будет иметь хороший вип. То есть будет единичная матрица, ну и какая-то остаточная часть. Ну и в этом случае понятно, что запись x умножить на g', она, собственно, уже синтактически эквивалентна вот такой. То есть… То есть мы доказали, что теперь у нас получается как раз так вот. Можно взять матрицу вот хорошего же вида. Да, что мы можем любой… То есть любой систематический линейный код допускает вот такое вот описание. То есть для любого систематического линейного кода существует… Давайте это утверждение запишем просто. А кода с параметрами. Такие, что c можно описать следующим образом. Да, то есть такие, что… Это просто переписыв, получается, мы просто переписали то, что у нас матрица… x на матрицу g равно вот… То есть задается все наше цель. И выбираем матрицу g, я специально назвал, не изменяя кода. Давайте сделаем сейчас пидриф, а потом продолжим. То есть мы начали доказывать вот эту теорему, что… То есть мы начали строить коды с свойством локального восстановления, R-локально восстанавливающие коды, и сказали, что… Да, и сказали, что… То есть хотя мы занимаемся конструкцией, но все равно мы сначала доказали такое универсальное свойство, что вот любой линейный код можно записать таким образом. Но это нам понадобится при конструкции.